Дорогие друзья, всем добрый день! Рада вас приветствовать на этом эфире. Он такой, знаете, по горячим взглядам, как говорится, собранный. Дальше скрипеть было нельзя. Почему? Потому что за нами Москва, а впереди Новый год. И нужно готовиться, нужно зарабатывать. Я, да, как бы говорила вам про то, что этот эфир не для тех, кто не хочет. Это не эфир не для тех, кто боится. И эфир не для тех, кому и так все хорошо, и кто ничего делать не хочет. То есть кто устал, кому страшно, кому боязно, не для вас эфир. Мы сегодня будем, несмотря на то, что происходит в нашей стране, говорить достаточно уверенно, говорить оптимистично. И рассказывать вам о том, как дальше надо будет работать на маркетплейсах, если вы как поставщики или как менеджеры зарабатываете уже в этой сфере. Вот. То есть наша с вами основная задача – показать вам, что мир не рухнул, и что нужно по-прежнему шевелиться, да, нужно по-прежнему что-то делать, какие-то действия предпринимать. Какие это должны быть действия? С учетом того, что сейчас самый высокий сезон начинается, с учетом того, что именно в высокий сезон поставщики зарабатывают, как правило, в разы больше, чем за 9-10 месяцев до этого, вот сейчас нужно шевелиться. Да, конечно, тут где-то эмоционально бывает нелегко, да, бывает тревожно, небезопасно, но тем не менее шевелиться надо, потому что маркетплейсы никуда не деваются, и продажи там по-прежнему идут. Вот. Ну что, все хорошо, да, видно, слышно, да, взаимно, всех тоже очень рады видеть, поэтому давайте начинать. Настя. Март, как ты правильно сказала, что мы на наш эфир берем настрой, берем уверенность и понимание того, что нужно все-таки что-то делать и не пускать руки. Поэтому наш прекрасный сегодняшний, прекрасный, я правильно сказала, все правильно, прекрасный мастер-класс по Озон, как правильно подготовиться к сезону. И как уже тоже Марта сказала, что некогда больше ждать, вот я вчера была на форуме конференции Озон, и вдохновившись, получив порцию новостей, дополнительной информации, хотелось бы максимально быстро с вами сразу поделиться тем, что же происходит, на что стоит обращать внимание и какие моменты важны при работе с Озон. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Итак, давайте начнем с того, какой у вас результат после мастер-класса. И мы это говорим не только для того, чтобы вы просто знали, а чтобы вы на него рассчитывали, чтобы настраивали, что именно это вы получите после того, как будете до конца этого нашего мастер-класса. То есть вы узнаете, как получить бесплатное хранение на Озон, потому что очень многие говорят, что вот, там дорого, либо еще что-то. Мы расскажем, как сделать так, чтобы вы не платили за хранение. Разберем пошагово, как подготовиться к высокому сезону. То есть пройдемся по всем важным нюансам. И вы поймете, как кратно увеличить продажи в распродаже. Это на самом деле возможно, это на самом деле нужно. И об этом мы с вами сегодня и будем разговаривать. Ну и по традиции, я думаю, мы немножечко представимся. Меня зовут Павлова Анастасия. Я надеюсь, вы уже меня все знаете. Я основатель бренда Leopom. С маркетплейсами работаю с 2019 года. У меня собственное производство и студия контента. И также с нами сегодня Марта. Марта Алексеевна. Да, я здесь. Тоже на маркетплейсах уже продаю три года. На Озоне конкретно с 21-го. И на самом деле у нас было две попытки зайти на Озон. Первая была достаточно, ну, какая-то непонятная. Я вообще не знаю, что там было. Вот. А со второй нормально все. И сейчас у нас по нашим продажам Озон составляет примерно… Знаете, мы начинали… Озон был десятая часть от продаж на ВБ. Потом Озон составил где-то пятую часть. Сейчас Озон где-то примерно вот либо треть, либо половина уже от продаж на Вайдрес. То есть у нас Озон растет по своим оборотам, и это здорово. То есть я сама вижу, как увеличиваются заказы на Озоне. Вот. Поэтому, собственно, и топлю всегда за то, чтобы все наши поставщики, которые, да, у нас на сопровождении, с которыми мы на курсе обучаем, да, выпускники наши, все понимали, что работать надо на двух площадках. Да, и как ты правильно сказала, что даже дело не в том, что нужно идти обязательно на Озон, а в том, что всегда задумываться о таких моментах, что есть очень хорошая альтернатива. И в данном случае у нас Озон выступает прекрасной альтернативой Вайдрес, и ее нужно рассмотреть. И мы с вами сегодня поговорим, почему же необходимо выходить на Озон уже вчера. То есть ни сегодня, ни завтра, ни через месяц, а уже вчера нужно было это сделать, об этом подумать. Мы с вами это сегодня обсудим. В Вайдрес уже достаточно часто мы задумываемся о том, что нам чего-то не хватает, хочется больше продаж, либо хочется еще одного поставщика, который будет продавать не только на Вайдрес. И Вайдрес теперь недостаточно. Почему такое происходит? Потому что, как бы мы ни старались, но на маркетплейсах есть условно определенный потолок. И в данном случае, когда мы открываем для себя еще одну площадку, то понимаем, что эта площадка может дать нам прирост продаж 20, 30, 40 и даже более процентов в зависимости от категории. То есть получается, что вы делаете те же самые действия, как и на других маркетплейсах, фактически не тратя на это большее количество времени, но при этом вы получаете прирост продаж. Поэтому в обязательном порядке нужно рассматривать разные варианты. и Язон как раз тот самый вариант. Во-вторых, это расширение целевой аудитории. У нас каждый маркетплейс имеет собственную целевую аудиторию. Вы даже можете поспрашивать у своих знакомых и даже примерить этот момент на себя, то, что кто-то покупает только на Зон, кто-то покупает только там на Казань-Экспресс, только на Яндекс.Маркет или только на Вайдрес, и о других маркетплейсах слышать не хотят. И в данном случае очень правильный момент, что благодаря добавлению еще одного маркетплейса вы расширяете свою целевую аудиторию. Что еще у нас? Это дополнительная аналитика по вашим товарам. Потому что в зависимости от целевой территории, целевой аудитории, вы можете заметить, что какой-то товар продается лучше на определенной площадке. Это как раз связано с целевой аудиторией. И следовательно, вы по-другому смотрите на свою продукцию, потому что часто бывает, что мы видим, условно, что-то где-то не продается, и мы забрасываем этот продукт. А все зависит от того, кто же и кому вы продаете. И когда вы выходите на дополнительные площадки, увидите, что ваш товар, который где-то, допустим, плохо продавался, в связи с спецификой аудитории, будет прекрасно продаваться на Озон. Ну и, конечно же, это новые рекламные возможности. У нас с вами Озон. Они на себя называют, и я, в принципе, согласна с этим, не просто маркетплейсом, а IT-компанией, которая внедряет очень много новшеств, очень много нововведений, которые нам позволяют не просто пользоваться какими-то простыми механиками, а использовать достаточно интересные, с одной стороны, даже, возможно, научные методы, которые позволяют анализировать наши продажи конкурентов, пользоваться рекламой и другими инструментами. Как раз вот Озон как раз и выступает таким моментом, что он добавляет не просто стандартные схемы, а что-то новое каждый раз. И давайте мы, в принципе, уже многое сказали, почему же вайлдбрис уже недостаточно, и поговорим о возможностях маркетплейса Озон. То есть в чем смысл использовать этот вариант именно вот сейчас, а лучше было уже вчера. Ну, во-первых, это то, что заказы на Озон год к году растут больше, чем на 170%. То есть это площадка, которая наравне с остальными развивает себя, вкладывает деньги в развитие, в привлечение клиентов, в привлечение поставщиков, и, следовательно, заказы там растут. И эта история не только про то, как привлечение только клиентов, да, у расширения своей базы, но также здесь идет и увеличение количества сотрудников внутри компании, которые позволяют максимально быстро работать с заказами, максимально быстро работать с поставщиками, с пунктами выдачи заказов. То есть эти моменты идут не только на привлечение клиентов, но и на расширение самой компании, которая в данном случае предоставляет собой некую стабильность и понимание того, к чему они двигаются. Поэтому вот первый момент, который достаточно важный, достаточно приятный, особенно для поставщиков, это то, что заказы растут каждый год на Озон. Да. Ну, и как раз вот хочется добавить, что, смотрите, кроме того, что растут заказы, это что говорит-то вообще, о чем говорит? О том, что становится больше покупателей на маркетплейсе Озон. Значит, становится больше поставщиков, то есть тех ребят, кто привозит свои товары на маркетплейс. Да, и, соответственно, в целом маркетплейс растет и увеличивает свою инфраструктуру. Это говорит о том, что есть рабочий, хороший инструмент для зарабатывания денег. Есть площадка, которая позволяет зарабатывать деньги. Да, и получается, остается один вопрос. Почему мы до сих пор не на этой площадке? Я вот только что попросила в чате написать плюсики в чат, поставить тех, кто уже на Озоне продает. Вот, ребят, кто уже продает на Озоне? Или кто работает на Озоне в качестве менеджера, да, ну, то есть помогая другим поставщикам? Поставьте плюсики в чат. Потому что пока ни одного человека. Это что, значит, никто до сих пор на Озоне деньги не зарабатывает? Блин, растущая площадка, много товаров, много поставщиков, самое главное – много продаж. Там реально много продаж. И что? И кто не зарабатывает на Озоне больше? Вот просто даже интересно, с тех, кто сейчас на эфире. Ну, я надеюсь, после… Плюсики, пошло дело, хорошо, отлично, ладно. Ко всем остальным, да, вопрос? Почему вы не зарабатываете до сих пор на Озоне? Рассмотрите для себя возможности обязательного заработка на этой площадке еще до конца этого года. А те, кто уже продают или работают в качестве менеджера на Озоне, вот вам этот эфир для того, чтобы вы знали, как больше продавать. Угу, отлично. То есть, как раз это тот момент, что увидеть возможность в качестве вот такого варианта, в качестве работы с Озон и вырастить свои продажи или найти еще себе одного поставщика и сопровождать его как раз на этой площадке, что более чем реально и что нужно обязательно это делать. Давайте идем с вами дальше. Не только количество заказов растет, но и растет количество покупателей. Чтобы вы понимали, покупателей в августе 51 миллион человек, а в марте было 30. То есть, представляете, даже внутри года, не прошел год, а выросло количество покупателей на 20 миллионов. То есть Marketplace вкладывается в привлечение новых и новых клиентов и в то самое, что мы сказали изначально, в расширении вашей целевой аудитории. То есть, когда заходит поставщик, он понимает, что у него будет достаточно большое количество продаж, потому что аудитория разная, и любой товар будет востребован, потому что достаточно большая аудитория, а заказы растут каждый год. Теперь приятные моменты. У Озон есть бесплатный кроссдокинг. Ну, для тех, кто уже разбирается в Альберис, это бесплатный транзит. Когда вы делаете поставку и Marketplace распределяет ваши товары по различным складам, вот такое распределение идет совершенно бесплатно. И я вот на самом деле вот именно этим методом очень-очень сильно пользуюсь. Мне безумно нравится, потому что это удобно, особенно для маленьких поставщиков. Потому что представьте себе ситуацию, что хотелось бы сделать поставки на все региональные склады, а, например, доставка на каждый этот склад будет стоить, ну, как минимум, несколько тысяч, с учетом, причем вне зависимости от того, какое у вас количество грузовых мест. А в данном случае вы можете сделать маленькую поставочку, вы можете в эту коробку да хоть одну штуку положить. И для вас это будет бесплатное распределение как раз вот по различным складам. Это реально очень выгодная история. И она выгодна и с точки зрения бесплатной доставки, и с точки зрения расширения географии. У меня тоже вот наглядные примеры есть уже несколько. Как после таких поставок я видела, как идет увеличение заказов. И когда я смотрю, откуда идут заказы, с каких складов, как раз вот с тех складов были поставлены эти товары. То есть благодаря расширению такой географии мы получаем дополнительное увеличение заказов. И это, кстати, относится, мы в перспективе с вами поговорим о том, как и увеличить продажи во время акции. Но это будет дальше, не забудьте. Удобные способы работы по ФБС. Чем здесь сейчас хорошо? Сейчас все пункты выдачи заказов принимают поставки по ФБС от поставщиков. Все без отключения. Чтобы вы понимали, вот мой любимый пример. В городе Редники Ивановской области есть единственный ПВЗ Озон, и он принимает поставки. Я там, правда, единственная, но это ничего не значит. То, что, понимаете, доходит до того, что даже самые маленькие поставщики, условно, в самых маленьких городах могут спокойно отправлять свои поставки. И это большой плюс для менеджера. То есть менеджеры в основном ориентируются на кого? Кто находится в центральных регионах, например. Не подразумевая, что у нас во всех городах есть достаточное количество поставщиков, которые готовы поставлять поставки свои в ПВЗ. То есть им не нужно делать большие поставки на склады. Они загрузили свои остатки и теперь могут спокойно под заказ это все отправлять практически в соседний дом. Это очень сильно удобно. Ну и, конечно же, есть другие варианты. Это когда вы можете под заказ отправлять своей транспортной компанией. То есть можете пользоваться СДЭКом, ПОЧТой, либо другими компаниями, которые, опять же, есть в городе поставщика. То есть в зависимости от того, что вы понимали. Вот тоже пример с моим городом. Раньше у нас был СДЭК, теперь СДЭК закрылся. Мы отправляем только Почтой России. История не очень позитивная, но с точки зрения Озон она остается такой, какая есть. То есть заказы все равно приходят и не есть возможность чем отправлять. Если бы не было ПВЗ, я так бы и продолжил управлять Почтой России. Тоже это очень хороший вариант для продаж и для старта любого поставщика. Марта, ты ничего не хотела сказать? Мне просто рукой махнула. Не-не-не-не. Я хотела только на предыдущем слайде добавить, что этот кроссдокинг, короче, я когда в первый раз услышала это понятие, я подумала, что они там документы, они меняться будут. Это не про документы, да, это именно про товары. То есть это история про то, что мы должны на каждый региональный склад сами отгрузить, причем там минимум по лето, да, и как бы минимум транзит, который от полутора тысяч за по лету. Вот, то здесь как бы Озон сам все делает бесплатно. Вы привезли свою поставку, и он сам, блин, знает, какие ваши товары нужно в какой регион отправить, в каком количестве, исходя из регионального спроса. И сам, короче, берет и раскидывает ваши товары по складам. Это вот кроссдокинг. Да, и вот, кстати, ты очень правильно сказала, что делает распределение, исходя из продаж. И даже если вы новый поставщик, то у вас будет распределение поставок, исходя, ну, допустим, у вас еще не было продаж, вы совершенно новый, хотите сделать вот такое распределение, и думаете, ну, как же он правильно может распределить? В данном случае алгоритм обращает внимание на продажи фактически ваших конкурентов. То есть на аналогичную ситуацию вашей категории. Как идут продажи, где они лучше по вашей категории. Исходя из этого, тоже распределяет ваши остатки по складам. То есть вот это тот вариант, про который я говорила, что Озон это все-таки у нас не только маркетплейс, но и часть IT-компании, которая развивается и пытается максимально результативно работать с вами и с вашими продажами. Как я уже сказала, все ПВЗ работают по ФБС, то есть совершенно любой пункт выдачи, в него можно принести заказ и начать продавать по этой схеме на Озон. И еще такие приятные моменты. Конечно же, у многих людей остается в памяти, что Wildberries только для одежды, а Озон пока непонятно, но они со своей стороны очень-очень сильно стараются. Во-первых, все ПВЗ оснащены примерочными. То есть делается так, чтобы клиенты могли прийти и померить товары, допустим, да, выбрать и уйти. Также по поводу одежды. Летом Озон запускал специальную отдельную акцию только для категории одежды, чтобы привлечь еще большее количество клиентов. И в моем опыте, так скажем, в моем окружении есть хорошие, прекрасные кейсы, когда люди успешно продают именно одежду на Озон. И это безумно выгодно для тех, у кого производство, и прекрасно для тех, кто просто хочет продавать одежду и для кого интересна эта категория. Кто, например, уже на других сейчас маркетплейсах продает одежду, то есть они могут переквалифицироваться немножко, да, и тоже поставлять на Озон. Ведь когда уже есть какой-то ассортимент, намного проще добавить еще одну площадку. То есть как бы формат работы упаковки, маркировки уже пройден, остается только проработать алгоритм, работать с площадкой. И все, да, Марта. Ребят, вот есть у нас сейчас здесь в чате те, кто продают на ВБ одежду. Кто продает на ВБ одежду, а, наверное, еще не продают. Вы тоже как-нибудь там маякните, поставьте каких-нибудь значков в чате. Потому что на самом деле на ВБ много продается одежда, да, и хоть говорят, что там вроде на Viber's не надо уже заходить со шмотками, что их там уже перебор. На самом деле, блин, кто бы не пошел с одеждой, как правило, там все нормально происходит на ВБ. Ну, конечно, если продавать умеет. Вот, поэтому, смотрите, да, для вас, вот кто продает уже одежду на ВБ, для вас, по большому счету, можно начать продавать одежду на зоне вообще без вложений, просто по ФБСу. Причем по ФБСу вы будете продавать максимально удобно, нагружая их в ближайшие к домах ПВЗ. Это вообще, ну, просто реально очень крутые возможности. У ФБ сейчас нет такого. У ФБ, например, они сейчас построили везде эти сортировочные центры, ну, точнее, не сами построили, а в аренду взяли, да, как бы, с аутсорсингами. И получается, что, например, вот у меня в Иваново есть, да, сортировочный центр, он находится далеко. И мне вот там с каждым моим единичным заказом нужно через весь город ехать по пробкам в этот сортировочный центр, чтобы его сдать. Неудобно. А у Озона есть ПВЗ. Они, как правило, в центре, в жилых там вот районах, да, и в них удобно прийти. И вот кто продает одежду на ВБ, там вы, не вижу до сих пор плюсиков в чате, вы либо ваши поставщики, вы можете эту одежду начать продавать на Озоне по ФБС. Просто брать, упаковывать и отправлять в ближайший ПВЗ. Все легко, блин, все классно, все очень удобно. По ФБС дорогая логистика выходит. Скажите, почему многие так работают, Озон? Настя. Ну, во-первых, логистика здесь компенсируется достаточно часто хранением. Во-вторых, сейчас, это относится к новостям, о которых мы тоже поговорим, сейчас они изменили формат логистики и теперь у ФБС, у ФБО будет одинаковый расчет по логистике. То есть будет одинаковый и он будет зависеть от габаритов товара. Не от категорий, а от габаритов товара. Поэтому нужно обязательно пересмотреть, какой у вас размер и в зависимости от этого с помощью файлика, с помощью информации посчитать, какая у вас будет логистика. То есть они пошли навстречу, они поняли, что немножечко у них есть проблемы с логистикой в плане цен, есть проблемы с хранением, а я уже вам сказала, что там тоже будут нововведения с 1 октября. И то есть будет дешевле. Будет дешевле и хранение, и логистика, и она теперь будет зависеть от габаритов. Поэтому все исправляется. Знаете, какой еще большой плюс касательно Озон? Они очень часто идут навстречу и очень часто выслушивают претензии в плане что-то не так, что-то нужно исправить. Ну и, по крайней мере, стараются, если сравнивать с другими маркетплейсами. Но теперь идем дальше. По поводу зеленого света продавцам одежды мы с вами поговорили. Теперь по поводу рекламных возможностей. Чем, опять же, хорош Озон с точки зрения рекламы? Тем, что у них идет развитие рекламы. То есть там нет такого, что вот мы придумали несколько вариантов рекламы и будем всю жизнь это использовать. Работает она, не работает, получается у людей, не получается. Неважно. Все равно будете использовать. В данном случае нет. Есть баннерная реклама, есть реклама трафарета, есть реклама продвижения в поиске, когда вы платите за заказ, не только за просмотр. То есть вариантов достаточно много, и это удобно. С точки зрения как раз поставщиков. Как вчера сказал один маркетолог Озон, который сказал, что поставщики, они на самом деле ничего не хотят делать. Они хотят только зарабатывать. И поэтому просто, чтобы не было никаких у них вопросов, либо для их менеджеров, чтобы все было понятно с точки зрения всех функций. Поэтому рекламные возможности достаточно большие. Они разные, они меняются, их становится больше, и вы можете пользоваться тем, что вам интересно. По поводу рекламы, которая есть достаточно популярная сейчас, это трафареты. Там очень хорошие условия с точки зрения именно работы с ней, потому что эта реклама работает не только по тому, под какой запрос вы хотите, чтобы вас показывали, а с учетом потребностей покупателя. То есть вы будете показываться тому, кому вы реально интересны. Не только потому, что человек, например, один раз в поиске написал пледы, и теперь ему везде показываются пледы, а он, не знаю, там просто хотел что-то посмотреть для друга. А реально на основании всех запросов, которые есть, будет показываться эта реклама. Вот это на самом деле те новые возможности, которые есть, и не только в рекламе, а вообще, в принципе, при работе с этой площадкой. Но давайте сейчас поговорим о самом главном. Это вот до этого было так себе, конечно, не очень главное. Вот сейчас будет самое главное. Это мы с вами сейчас обсудим. Скоро начинается сезон распродаж. То есть вот заканчивается сентябрь, и с октября уже, можно сказать, мы постепенно входим в сезон распродаж, которому нужно подготовиться. Сезон заработка для менеджеров и поставщиков. То есть поставщики увеличивают свои продажи, а менеджеры выводят поставщиков, которые могут как раз эти продажи у себя увеличить. То есть это сезон заработка для менеджеров и поставщиков. Давайте с вами обсудим, про что же мы хотели вам сказать. Смотрите, Озон вкладывает от 1 миллиарда рублей в каждую акцию. То есть все грандиозные акции, которые были, вот недавно последняя, которая закончилась прямо на днях, либо будущая, туда вкладывается минимум от 1 миллиарда рублей. И часто это не только рекламные компании, это еще работа сотрудников, это какие-то новшества, различные проверки, рекламные компании. То есть достаточное количество денег для того, чтобы привлечь клиентов. Чтобы вы понимали, Озон о таких акциях, особенно вот о зимних, которые будут самые популярные, задумывается уже с начала года. То есть в январе они думают, а что они сделают, чтобы увеличить продажи и на своем маркетплейсе, и у продавцов. И как же сделать так, чтобы и попасть в этот сезон, и выгодно попасть в этот сезон. То есть не только зарабатывать, но, например, и немножечко и сэкономить. То есть получить, например, бесплатное хранение. Опять же, вот это вопрос к логистике, что логистика высокое хранение тоже. Многие могут сказать, что не дешевое хранение на Озон. Давайте мы с вами посмотрим, как мы можем его обойти. Итак, у нас с вами есть новый склад Самара у Озон, на котором полностью бесплатное хранение. Марта уже выезжает в Самару, грузить этот склад и подпевать песню. Итак, есть новый склад, да, новый склад, в котором полностью бесплатное хранение, и это один из вариантов, куда можно поставлять товар, да. Далее, на товары, участвующие в акции, будет бесплатное хранение. С 1 октября можно уже в личном кабинете посмотреть, какие товары попадают под акцию 11.11 и Черная пятница. Если вы попадаете какими-то товарами и ставите эти товары свои в акцию, у вас на эти артикулы будут бесплатные хранения с 1 октября. То есть это момент, когда вы и можете заработать, потому что идет сезон распродаж, и плюс сэкономить, потому что будете бесплатно хранить. То есть вы можете завести еще больше. Вы понимаете условно, что у вас там какая-нибудь кружечка попадает под акцию. Вы понимаете, что вы хотите на ней еще больше заработать. То есть вы еще большее количество завозите, но при этом за хранение не платите, а на акции вы можете успешно заработать. Но еще это не все плюсы, о которых мы с вами поговорили, про сезонные товары. На сезонные товары тоже бесплатное хранение. И тут очень многие могут подумать, сказать, ну я же елки не планирую продавать. Какие там, ну знаешь, что я буду делать с этим бесплатным хранением елок, если я не планирую новогоднюю продукцию. То есть я продаю свое и хочу только свое продать. Я вам хочу сказать по этому поводу еще один приятный момент. Когда я сегодня открыла этот список, а там, по-моему, более чем 600 категорий есть, больше 600 категорий есть в этом списке. И мои, казалось бы, да, салфетки и скатерти тоже попадают под категорию сезонных товаров. И получается, что с одной стороны мы вроде с вами видим, что сезонные это, наверное, гирлянды, елочки, новогодние украшения, либо еще что-то. На самом деле нет. И полотенца, и скатерти, и еще достаточно большой огромный перечень товаров, которые у вас будут иметь бесплатное хранение с 1 октября, благодаря тому, что это сезонный товар. И здесь тоже хороший плюс для менеджеров, потому что, когда вы, допустим, будете общаться со своим текущим поставщиком, да, либо с поставщиком, который у вас планируется в ближайшее время, вы можете как предложение, да, как оффер сделать ему, что, представляешь, я тебе организую бесплатное хранение на всех складах на твой товар. Все очень просто. Я знаю, что вот твоя категория, она попадает под сезонные товары, мы это сделаем тебе бесплатное хранение. Просто удобно, экономия, и еще увеличение продаж в период будущих распродаж и акций. Давай, Март. У тебя звук выключен? Да, выключаю звук, потому что на улице сижу. На самом деле, я по поводу Озона, знаете, что вот хочу сказать? Они молодцы в плане того, как у них все организовано внутри. И я помню вот лица этих людей, да, а, кстати, я могу помнить в целом, да, я могу помнить лица людей, сотрудников Озона, потому что они часто к себе в гости приглашают, да, и устраивают различные мероприятия. В отличие от сотрудников ВБ, да, они как у нас такие, ну, неизведанные ягодки, непонятно там, с кем общаться и так далее. Вот, Озона, они более открыты к людям. И я помню их радость от акции 11-11 прошлого года, когда они сказали, какие-то прям гордости такие, вот у нас эта акция выстрелила в разы лучше, чем на Viber. И реально такое было. То есть в прошлом году акции, которые были под конец года, лучше сработали на Озоне. На ВБ, что-то там был какой-то вплеск продаж, но вот не кратный, как бы, да, а на Озоне прям резко, прям в разы. Некоторые поставщики говорили, что у них вот там на 11-11 просто в 10 раз выросли продажи от того, что было обычно. Представляете? Это потому, что Озон хорошо сам вкладывается в рекламу. Да. Да-да-да. Сейчас. Вот, вернусь. И я вам 100%, вот прям 100% я вам говорю, если вы до сих пор еще не на Озоне, то вам нужно туда заходить, успевать сейчас. И вы хорошо успеваете, потому что в целом до акций, до начала вот этого всего хаоса, да, который с продажами начнется, хаоса в хорошем смысле, да, когда идут действительно рост просто бумский, ноябрь-декабрь, вы успеваете. Сейчас конец сентября. Поставить, да, правильно товары на Озон, сделать карточки и начать продавать хотя бы по ФБС вы можете реально в течение там недели-двух. Вот. И дальше сегодня в конце мы вам расскажем, как вы это можете сделать и быстрее. Отлично. И теперь самое важное, самое интересное, то есть мы уже поговорили про бесплатное хранение, про плюсы Озон, про небольшие новости, да, про которые мы еще обсудим. И поговорим, давайте с вами, а как же увеличить продажи в период распродажи. Понятное дело, что все представляют, когда идут крупные распродажи, ну и обычные тоже, да, мы видим небольшой всплеск, но когда идут прямо крупные распродажи, мы видим с вами всплеск продаж. Так как же сделать так, чтобы не просто поучаствовать в распродаже и получить всплеск продаж, как все, а как увеличить эти продажи еще больше. Есть хорошие методы, простые, достаточно, да, понятные, которыми нужно пользоваться. Смотрите, в три раза выше оборот у тех, кто использовал рекламу в период акции. То есть, если вы как поставщик, либо как менеджер, понимаете, как работать с рекламой, запускаете ее в период акции, следовательно, вы не просто увеличиваете свои продажи, вы увеличиваете свои продажи в три и более раз, только благодаря тому, что вы использовали рекламу так, как вы умеете это делать, то есть, как вы прекрасно там научились, да, и знаете, как пользоваться различными инструментами, и благодаря этому вы увеличиваете свои продажи. Далее, загрузить видеообложки. Совсем недавно, ну, наверное, может быть, месяц назад, а Озон анонсировал, что у них можно загружать теперь в карточку несколько видео, не одно, и загружать видеообложки. Это когда у вас вместо главной фотографии будет, ну, фактически анимация, да, то есть, видео, где вы можете посмотреть сразу продукт. Во-первых, это визуально очень приятно, да, интересный человек сразу видит наглядно товар, а во-вторых, благодаря видеообложкам у тех товаров, которые участвовали в акции, как раз вот именно с видеообложками кликабельность обложек стала выше на 24%, то есть, на 24% больше покупателей переходили в карточку товара только благодаря тому, что у них есть видеообложки. Получается, что нужно всего лишь сделать видео, загрузить это видео в карточку товара и участвовать в акции. Благодаря этому вы уже можете увеличить свои продажи в период тарса. Далее, использовать максимум ассортимента с помощью разных систем продаж. Изначально я вот всегда говорила про то, что чем удобен Озон, вы можете свой ассортимент, весь который есть, весь ассортимент, который есть, выложить на площадке Озон, поставить его, например, по ФБС либо по РЛФБС, проверить спрос и далее уже в зависимости от спроса какой-то товар отвезти на склад Озон. Это очень хороший метод работы с Озоном для теста спроса. И вот тут аналогичный почти вариант. Вы можете весь свой ассортимент выложить на продажу на маркетплейсе Озон. И благодаря разных систем продаж что-то у вас будет отправляться со склада Озон, что-то у вас будет отправляться с вашего склада через ПВЗ, допустим, по ФБС, либо вашей транспортной компании, которую вы используете. Благодаря этому вы реально можете увеличить свои продажи, потому что вы не ограничиваете себя, допустим, двумя товарами, которые вы можете отвезти только на склад, а используете всю свою ассортиментную матрицу и зарабатываете еще больше. Ну и самое главное, без чего мы с вами никуда не денемся, это заранее подготовить товар. Рейтинг, отзывы, контент. Сам Озон заявляет о том, что в зависимости от рейтинга и от отзывов, то есть от количества звездочек, идет также ранжирование. То есть отзывы влияют на ранжирование вашей карточки товара. Это во-первых, то есть в принципе очень хороший инструмент, не нужно об этом забывать. Во-вторых, в принципе, да, Март, мы дадим тебе слово, не переживай, я помню. Во-вторых, очень важный момент по поводу рейтинга и отзывов, в принципе, отношение клиентов к товарам. Чем больше отзывов, тем проще люди покупают. Когда вы видите сами вот по себе, всегда старайтесь еще ориентироваться на то, как вы покупаете товары. Вспомните себя, когда вы выбираете из двух товаров, на котором нет отзывов и непонятно, кому-то понравилось, не понравилось, и когда на товаре, допустим, стоя больше отзывов. То есть совершенно другое отношение. И благодаря этому вы можете в период распродажи и даже не только в период распродажи, а в принципе увеличить свои продажи. Ну и, конечно же, контент. Без него никуда, фотографии, да, как я ранее сказала в видеообложке, с этим совсем нужно работать, и это позволяет увеличить продажи вообще, и тем более в период распродаж. Да, Артем? Ну, давай, ответим на вопрос. Там Венера написала, что если бы знала, то не отправляла бы кроссдокингом в Казань, потому что весь товар у нее пропал, да, и все сроки нарушены, прошло две недели, товар не появился на остатках. Тут смотрите, какая история, Венера. Ну, как бы, вроде на Азоне, ну, даже не вроде, а так реально, порядка больше, чем на ВВ. Ну, то есть, Азон реально более порядочный, чем в Альбрис, потому что, блин, короче, ну, потому что они меньше, они меньше, соответственно, за порядком следить проще. И, действительно, как правило, расхождений в поставках меньше, потери товара меньше, но с ростом, да, с увеличением объема все равно вот такие случаи, как у вас будут. Поэтому, чтобы таких случаев не было, лучше работать на Азон вместе с компанией, в качестве работ, в которой вы можете быть уверены. Лучше работать вместе с теми компаниями, которые имеют непосредственно отношение к Азону. Я сейчас говорю о технологических партнерах, которые есть у Азона. Это тоже очень уникальная такая структура, которой, например, нет у ВВБ. У ВВБ нет никаких технологических партнеров, да, ты просто, блин, выходишь и продаешь там сам, как можешь, так и крутишься, да, как бы. Вот. А на Азоне есть возможность любой организации пройти проверку, пройти сертификацию, да, знаний, подтвердиться, что, блин, ты реально шаришь в Азоне, что ты понимаешь, как там продавать, как увеличивать продажи. Тогда Азон тебе дают статус технологического партнера, и ты можешь уже через технологического партнера заходить на Marketplace и в течение десяти месяцев от начала продаж там решать все вопросы, которые там возникают с потерей товара, с сливом денег в рекламу, или там с неработающей рекламой, или еще что-то, с любыми глюками. Все вопросы можно решать через тех партнеры. Тех партнеры, поскольку это организации, аккредитованные самим Азоном, имеют возможность решать вопросы непосредственно с сотрудниками Азона и помогать тем самым своим клиентам. Список тех партнеров вы можете найти на сайте Азона. Он открыт. Но можно никуда не ходить, потому что знать, что мы с Настей тоже являемся тех партнерами, и агентство «Высота» является тех партнером Marketplace с Азон, и мы можем помогать вам продавать на Marketplace, и там эта помощь заключается не только в том, что мы правильно делаем карточки, что мы доводим вас до продаж, а еще и в том, что решаем вот такие вот вопросы. Когда поставили товар, и он потерялся. Это же, блин, трындец, это же больская для поставщиков. И вот эти вопросы как раз-таки решают в основном технологические партнеры. И еще, Настя, вопрос. Что у Азона дороже, ФБС или ФБО? А я уже проговорила, что с точки зрения логистики сейчас ФБС и ФБО будут одинаковые. Единственная разница в любом случае будет по хранению, потому что на ФБО вы платите за хранение, а по ФБС вы за хранение не платите. То есть в этом плане нужно иметь в виду. А так разницы большой нет. Как смотрите покрытие склада на Азоне? Вот касаемо складов в Самаре, он как продает? На какую территорию? Вот я прямо так сразу сейчас не могу сказать, какой склад, потому что у Азона большое количество, прям очень большое количество складов, и точно я вам каждый склад не запомнила пока еще. Это можно посмотреть в личном кабинете. То есть у них тоже открытые данные по тому, на какую территорию продается что. И, кстати, про ответственность и про более такую открытость Азона и по поводу поставки, про которую был разговор. Если вдруг такое происходит, то в результате, так как факт поставки всегда фиксируются, и если проходит какое-то время, и не помню, какое точно время, две или более недели, то и ваша поставка не будет найдена, вам за все эти товары будет компенсация. То есть это реальная практика, такое есть, и с этим спокойно работают, поэтому не переживайте. Да, конечно же, не хотелось бы такого, чтобы товары терялись, но в любом случае здесь как раз идет история про что? Про компенсацию. Про компенсацию, да. Да, про помощь всяческую. И техпартнер это платная функция. Да, Татьяна, сейчас техпартнер это платная функция для поставщиков. Но вот, например, у нас обслуживание в качестве нашего клиента на техпартнерство с Азоном стоит 10 тысяч в месяц. Ну, как бы для поставщика, который там, да, пришел на marketplace не для того, чтобы там 3 копейки зарабатывать, да, за нормальными деньгами, это, в принципе, не такая уж и большая сумма, более чем по современным меркам, да, это вообще за услуги очень дешево. Вот. Почему так? Потому что раньше Азон полностью платил, да, и содержал тех партнеров своих, ну, как бы полностью обеспечивая их деятельность. То есть сейчас Азон платит только там небольшой, совсем прям небольшой процент с роста ваших продаж. Опять же, для нас, когда тех партнеров тоже выгодно, чтобы вы выходили на Азон и там продавали больше. А почему? Потому что мы получаем процент с ваших продаж. Вот почему. Так. Про Азон, что ругается на цены, да, как синхронизироваться с ЭБ, ведь на ВБ и СПП и комиссия снижаются при участии. Да, там даже самая большая проблема не то, чтобы комиссия при участии в акции, а вообще наличие скидки постоянного покупателя, ничего с этим не делать. Во-первых, не сможете синхронизировать, так как разные комиссии, разные логистики и так далее. Но тут несколько вариантов. Либо использовать, по крайней мере, разный контент, разные главные фотографии, потому что как они отслеживают? Только по одинаковым фотографиям, которые у вас есть. У меня, например, есть такое, что одинаковые фотографии на зону и на веб-приз и следовать на зону такой критерии. Я нашел ваш товар на другом маркетплейсе, он дороже, там дешевле, поэтому вы нарушаете. Поэтому в первую очередь надо смотреть на цену и смотреть на фотографию. Стоит поправить и можно это обойти. Ну что, я дважды сдавала аттестацию технологическому партнеру на создание функционального кабинета, достаточно сложно. Сдала дважды с лучшим результатом, статус тех партнера дается открытым фирмам. Да, 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 да. Наталья, напишите мне, пожалуйста, в телегу по вашему вопросу. Однозначно входит запуск рекламных кампаний в обязанности менеджера. Под продвижением вы могли что-то, может быть, другое понять, неправильно друг друга, поэтому давайте решим вопрос с вами лично. Ну что, дальше едем? Да, да, мы идем дальше. Мы с вами поговорили, а у меня трансляцию видно? Все хорошо? Да, все хорошо. Да, мы с вами поговорили о том, как же подготовиться, как увеличить свои продажи, но не нужно забывать о том, что можно еще и помочь Озону с продажами. То есть не просто поучаствовать в акции, но еще и помочь, чтобы вы больше смогли заработать. Во-первых, начать заранее. То есть не нужно думать о том, что вот, там будет какая-то акция, ну там, через пару месяцев. Вот я как раз перед стартом и зайду на эту площадку. Не нужно это делать. Во-первых, Озон понимает, что есть какие-то поставщики, да, на них стоит ориентироваться, и исходя из количества ассортимента, да, подстраиваются различные алгоритмы. Поэтому нужно, во-первых, начинать заранее. Во-вторых, очень важный момент. У вас будет уже своя статистика продаж, у вас будут свои отзывы, свой рейтинг, что немаловажно, да, а сами Озон заявляют о том, что в зависимости от количества отзывов увеличиваются, опять же, переходы в карточку товара. То есть если у вас больше 100, то там больше, там больше переходов в карточку, больше, чем на 120% от обычных товаров. Поэтому нужно не забывать о том, что, пожалуйста, начинайте заранее. Конкуренция на Озон, на самом деле еще небольшая, потому что есть поставщики, которые побаиваются, и вы как поставщик можете выйти максимально быстро на эту площадку, а есть другой вариант. Есть поставщики, которые побаиваются, а вы как менеджеры уверены в себе, понимая, что конкуренция еще небольшая, зная, что есть бесплатное хранение дополнительно, да, что есть изменения, чем было до. И можете вот с таким предложением выходить и говорить о том, что вот скоро акция, пожалуйста, давайте мы с вами не будем оттягивать, можем с вами заработать именно на этой акции и дальше уже продолжать свои продажи. То есть самое важное начать заранее и думать о том, какой товар, какое количество вы можете завести под акцию уже, ну, условно сейчас. Конечно же, это относится и к остаткам, к остаткам вашего товара, потому что очень многие хотят заработать на акциях и на Озон, а привозят его зрение отправки товара на склад. Тратите деньги, да, большее количество с учетом вашего количества товара. Так еще и в принципе не можете заработать больших денег, потому что у вас маленькие остатки. Хотите продавать, уже сейчас постепенно начинайте завозить свои остатки к Новому году, к распродажам. Чтобы вы понимали, я уже месяц, как с новогодним товаром, присутствую на Marketplace, потому что я понимаю, что сейчас я могу сделать, условно, где-то какую-то скидку, набрать отзывы, посмотреть по контенту, протестировать ассортимент, который у меня будет лучше продаваться или хуже, исходя из текущих заказов. И дальше я уже буду готова к тому, что будут распродажи, я буду с тем ассортиментом, который хорошо продается, у меня будут отзывы, рейтинг и так далее. Поэтому лучше это делать заранее. И, конечно же, привозить остатки. Настроить логистику. Что здесь значит? Во-первых, настроить логистику с точки зрения поставок, чтобы своевременно вы могли их отгружать, чтобы не было такого, что у вас товар закончился, а вы не смогли его своевременно отправить на склад. То есть в этом плане настроить логистику. В другом плане, если у вас продажи по системе ФБС и РФБС, в обязательном порядке настроить логистику с точки зрения работы под заказ, чтобы вы могли оперативно, без срыва сроков отправлять товары под заказ вашим будущим клиентам. Ну, уже текущим покупателям, которые у вас что-то купили, чтобы вы могли быстро, заказ поступил, все нужно отправить завтра до 13.00 условно, вы все это сделали, никаких накладок нет. И еще по поводу логистики, нужно обязательно не только настроить логистику, но и подготовиться к тому, что будет увеличение заказов, чтобы вы могли максимально быстро обрабатывать эти заказы, упаковывать товары, готовить их к отправке и далее уже отправлять своим покупателям. Вот это тоже нужно обязательно заранее продумать перед распродажами. И, конечно же, заполнить правильную карточку. И здесь есть несколько нюансов. Во-первых, первый нюанс – это заполнение карточки, как всегда, влияет на ранжирование и на поисковую выдачу на площадке. А во-вторых, и это увеличивает ваши продажи, не забывайте, а во-вторых, очень важный момент. Так как сейчас, с 1 октября, а теперь вы это знаете, у вас и хранение, и логистика зависят от габаритов упаковки, то нужно в обязательном порядке взять и проверить, какие габариты прописаны в ваших карточках товара. Потому что в зависимости от того, какие там габариты, вы будете платить деньги. И если где-то есть ошибка, если где-то есть неосознанное завышение размеров этой упаковки, вы будете и ваш поставщик платить больше. Поэтому нужно в обязательном порядке заполнить правильно карточку товара. И вообще все эти новости отслеживать и не забывать, что происходят какие-то изменения И нужно всегда знать, что там происходит. Но мы с вами поговорили уже про поставщиков. И сейчас мы с вами поговорим про возможности Озон для менеджеров. Но если вы поставщик, не думайте, что для вас это не важно, и контент на этом заканчивается. Нет, у нас будет разный. Мы идем с вами дальше. Давай, Марта, звук только включай. Там как раз вот Алена сейчас спрашивает в чате, товар из какой категории лучше продавать на Озон. Алена, мы с вами рассмотрим это дело тоже прямо в самом конце еще эфира. Я вижу, девочки, дальше ваши вопросы касаемо нюансов работы на Озоне. Настя, постарайся сейчас, пожалуйста, может, текстово как-то ответить. Ну или в конце потом выделим время и ответим на ваши вопросы. Друзья, на самом деле Озон можно рассматривать не только как площадку, на которой можно продавать свои товары и на этом зарабатывать, а еще и как площадку, на которой можно зарабатывать без вложения денег в товар, то есть помогая другим поставщикам, предпринимателям продавать там их товары. Ну это действительно Озон очень сильно открыт к тому, чтобы больше и больше поставщиков приходило и начинало с ними работать. Они понимают, что они могут, у них для этого все готово. И склады, не такие переполненные, да, как у УВБ, и логистика у них настроенная, да, и различные возможности, договоренности с транспортными компаниями, которых, кстати, у УВБ нет. Да, и вот эти разные такие вот, ну, айтишные штучки, там, по запуску рекламы, по кроссдокингу, это же, блин, ну, совершенно другой уровень работы вообще, чем на УВБ. Так вот, и поэтому Озон действительно дает очень большие возможности для менеджеров в частности. В чем заключаются эти возможности? Настя, лисни, пожалуйста, на следующий слайдик. Как можно вообще зарабатывать на Озоне и за что готовы поставщики платить менеджерам? Как всегда, в целом, да, за анализ ниши, то есть за то, что вы сядете и проанализируете для своего поставщика, с его товаром стоит на Озон выходить или не стоит, да, вот за это можно деньги заработать. Дальше в личном кабинете, то есть по тому, как поставки оформить, как карточки завести и так далее. Дальше про то, чтобы загрузить контент, да, именно помочь там с техническим заданием, с тем, как должны фотографии выглядеть. Вы должны фотки на Озоне отличаться от фоток на УВБ, да, а как их правильно сделать, а какую инфографику там донести, а где находятся Озоновские плашки, да, вот на визуале, чтобы знать, как все это разместить, чтобы твоя инфографика не была закрыта. Вот это как бы тоже, ну, такие вопросы, которые решаются в порядке консалтинг, на котором вы тоже можете зарабатывать. Ну и, конечно же, за создание продающих карточек, то есть за то, чтобы делать карточку именно такой, чтобы она генерила трафик, чтобы она хорошо показывалась в рекламе, с хорошим показателем кликабельности. Это вот то, за что менеджер готов оплатить поставщикам. Вот, Настя, пожалуйста, на следующий слайд. И мы всегда, да, с Настей на вебинарах говорим, что работать и с ВВБ. Ну, реально, блин, ВВБ продает больше, чем Озон. То есть тут надо вот прям, да, ну, быть максимально честным. ВВБ больше продает, чем Озон. Но на Озоне порядка больше. Я знаю поставщиков, да, и лично с некоторыми ребятами общаюсь, достаточно серьезными, большими, крупными поставщиками, которые являются в том числе инвесторами. Они говорят, не хочу работать с ВВБ, потому что там бардачок. Вот, бывает, да, они там хорошо продают, я лучше пойду на Озоне, с Озона начну, потом на ВВБ выйду. То есть вот так вот, да. Кто-то, наоборот, говорит, я сначала попродаю на ВВБ, да, там наберусь денег, оборотку наращу, потом пойду на Озон. Вот, и поэтому история, когда вы, как менеджер, умеете работать только на одном маркетплейсе, ну, как бы это хорошо, если вы знаете, да, разные возможности и нюансы, как зарабатывать с одного поставщика больше на одном маркетплейсе. Да, те, кто у нас сейчас на курсе «Майни Бэрис Эксперт», они это знают. Вот, для всех остальных, ребят, нужно понимать, что если ты работаешь как менеджер на ВВБ, то надо еще и Озон освоить. Потому что, опять же, да, ты тем самым повышаешь собственную ценность в глазах поставщика, и ты можешь, да, как бы один помогать ему выходить и сюда, и сюда, да, и получается, одного поставщика зарабатывать в два раза больше, потому что он у вас просто на двух маркетплейсах будет работать. Вот, и поэтому, да, уже были в чате вопросы. Мы с Настей наконец-то собрались. Разралились, извините. Итак, и рады вам представить наш курс «Интенсив» по Озону. Почему мы называем его «Интенсив»? Потому что он будет короче, чем основной наш курс по ВВБ. То есть «Майни Бэрис Эксперт» у нас длится два месяца, курс по Озону будет длится один месяц. Начинает первый поток обучаться у нас. 7 октября. 7 октября. Кажется, что это еще только в следующем месяце, но на самом деле по кандидарю посмотреть, да, осталось что-то, блин, 9 дней. Вот. Что представляет из себя, да, этот интенсив? Мы берем группу и вместе с кураторами начинаем именно в интенсивном порядке осваивать работу на маркетплейсе Озон. И поскольку, да, мы сами являемся тех партнерами на Озон, поскольку у нас есть поставщики, которым мы помогаем продавать на Озон, нам нужны люди, да, и, соответственно, мы этих людей берем в том числе среди тех, кто у нас хорошо показал себя на обучении, на наших интенсивах. Вот. То есть для вас это прям непосредственно возможность трудоустроиться, показать себя хорошо, время интенсива, и потом мы вас заберем к себе в агентство, да, то есть есть реально такая возможность начать работать вместе с нами и трудоустроиться у нас, да, стать частью нашей команды. Вот. Давайте разбирать, что входит в себя вообще в этот интенсив и как это все будет проходить. У вас будут живые мастер-классы, то есть это когда вы, да, в живом формате встречаетесь с спикером, с экспертом и через него перенимаете по шоку. У вас будет обязательная домашка. Блин, тут как бы и без этого никуда, да, на практике нарабатывать те знания, которые вы получили за мастер-классы, обязательно нужно. Вот. У вас все материалы, интенсивы, которые будут, будут доступны сразу, да, то есть все материалы, вы можете приступать к ним тогда, когда вам удобно. То есть нет такого, что сначала сделай домашку, потом откроешь следующий урок. Не, ну вообще-то я не верю в такие истории. Да, то есть есть люди, которым там нужно какую-то конкретную часть материала узнать, соответственно, они сразу к ней переходят и сразу ее смотрят. Вот. У нас будет параллельно стажировка. Это для тех, кто, ну, пришел прям серьезно, да, и кто пришел не просто для того, чтобы там очередную галочку себе поставить, да, что я прошел еще один курс, а для тех, кто реально пришел за знаниями, которые потом можно будет вот именно в навыки, да, вот трансформировать. То есть не просто я что-то там почитал, получил, а я именно научился делать, да. Вот для тех, кто хочет именно научиться делать, а это, собственно, основное прикладное преимущество, да, интенсива, это вот наша параллельная стажировка. То есть когда вы можете прийти и на курсе получить и знания, и базу навыков. То есть вот вы прошли блок, и вам дают по этому блоку задание, выйдете в личный кабинет поставщика, и там эти задания выполняете. Вот она непосредственная стажировка. И поддержка кураторов, конечно, да, все, кто уже знают наши продукты, все, кто сталкивался с нашим обучением. Вы знаете, какие у нас замечательные кураторы. Это те девушки, которые уже сами работают на маркетплейсах, как менеджеры, как поставщики, зарабатывают уже свои деньги, да, и они решили как бы стать еще дополнительной частью нашей команды и помогать таким же, как когда-то они, да, проходить у нас обучение, достигать результатов. Вот это все, что вас ждет у нас на интенсиве. Ну и давайте про пакеты поговорим. У нас три основных пакета предусмотрены на обучение. Первый мы его назвали трафарет. Почему его назвали трафарет? Потому что сейчас так называется реклама на зоне, да, и это как бы, ну, то новшество, которое как-то не очень пока хорошо работает, не очень поспринято. Вот, трафаретом мы назвали тот пакет обучения, который предполагает самостоятельное прохождение. Вот, то есть вы самостоятельно проходите весь курс. У вас есть только доступ к урокам, ко всем, соответственно, да, материалам. Не будет чата, не будет проверки домашек, не будет куратором, вот, и доступ к материалам курса вам будет доступен на два месяца. То есть вы в течение месяца учитесь, да, там, смотрите уроки, проходите этот материал, и потом еще в течение двух месяцев можете к этому материалу вернуться. 9-900, цена этого пакета. Я попрошу сейчас наших помощников, пожалуйста, сделайте сразу же под презентацией кнопочку на то, чтобы уже сейчас, да, как бы участники мастер-класса могли записываться на выбранный ими пакет, да, то есть на какой больше нравится. Чтобы кнопочка под презентацией появилась, дайте нам, пожалуйста, ее, и возможность записаться на тот пакет, который нравится. А я пока дальше перейду к следующему. Беру трафарет. К следующему пакету. Это вот, блин, это вот, короче, хороший пакет, да, оптимальный, идеальный старт на маркетплейсе Озон, это мы его назвали продвижением, да, продвижением все любимся, за ним гоняемся, значит, что здесь будет? Смотрите, здесь будет у вас, кроме того, что все материалы, чат с куратом, обязательно, значит, это обратная связь и проверка домашних заданий. Здесь будет, смотрите, очень важный мастер-класс с представителем Озона. То есть мы, как тех партнера, имеем возможность не просто общаться с сотрудниками Озона напрямую, мы имеем возможность взять их и привести к вам, и чтобы они вам непосредственно в прямом формате рассказали там что-то про Озон, ответили на ваши вопросы, да, или какую-то вот максимально актуальную информацию касаемо работы на этом маркетплейсе, да, вас донесли непосредственно с первых уст. Это же круто, да, это же круто получать информацию в формате мастер-класса от, блин, человека, который непосредственно работает на площадке. Ты считай, сколько там ночи сюрпризов, да, можно оттуда выяснить, сколько секретиков можно из него выдернуть. Вот, мы этого человека возьмем и к вам принесем. Да, Настя. Марта вам сказала про мастер-класс с представителем Озона, но она не сказала еще очень-очень-очень-очень приятную вещь про доступ к урокам, видите? Так вот, эти уроки будут от нас, от Марты, от меня, а еще от представителей Озона. То есть Озон выделит нам лично менеджеров, которые запишут уроки для нашего курса. Это будут уроки по правильному заполнению карточки товара, будут уроки по работе с рекламой, будут уроки по расчету юнит-экономики. То есть это будут не просто наши уроки, которые от опыта идут, а они тоже там будут. То есть у нас будут уроки нашего опыта и уроки внутренние от менеджеров Озона. То есть у нас будет такой прям комплексный материал. Ну и очень приятно, когда Озон поддерживает наш курс и говорит, пожалуйста, мы готовы для вас записать уроки. Все. Ну и, конечно же, да, вы видите, что у Насти на ее фоне уже и синенькие там какие-то материальчики от Озона, и кофточка уже какая-то синего. Нет, это моя, это моя. Вот, и стена там подсвечивается, сидя. Ну, короче, вы поняли, да, это у нас уже засланный казачок, прозомбированная Озона. Вот, ну и, собственно, как бы все возможности, которые есть у Озона для поставщиков и для менеджеров по заработкам, вот вы их все можете взять с нашего обучения. И стоимость пакета продвижения, да, пакета с обратной связью – 19 900. Еще раз, на этом пакете у вас будет не только доступ ко всем материалам, курсам, но и самое главное – будет непосредственно общение сотрудникам Озона. Вот, да, то есть непосредственно возможно задать ему вопросы. 19 900 – это пакет продвижения. И еще у нас есть один пакет, он, как всегда, про индивидуальную работу, да, он всегда про то, чтобы вот когда вы хотите к себе персонального подхода, мы его так и назвали – Озона индивидуальный. Здесь вы получаете доступ к материалам курса, также, да, все мастер-классы, все уроки от Озона вам будут доступны, но здесь у вас будет индивидуальный чат с куратором и наставником, да, то есть как бы вы непосредственно будете обучаться вот индивидуально, да, вот кто-то любит персональный подход к себе, это вот для вас пакет индивидуальный. По срокам обучения все то же самое, один месяц на обучение плюс два месяца доступа к материалам курса – 49 900 его цена. И вот я сейчас вижу, под презентацией появились все три кнопочки, да, на пакеты, прямо вот выбирайте, какой вам больше нравится – трафарет, продвижение или индивидуальный, да, и переходите, бронируйте, да, места на обучение. Еще разок, мы первую группу набираем 7 октября, то есть 7 октября мы уже начинаем учиться. До этого времени нужно уже, да, как бы попасть на учебу, занять свое место. Вот, ну и что еще по пакетам, да, что хочется вам сказать, то, что в целом, когда вы вот с Азоном начнете работать, вы поймете, что с одного поставщика, который у вас есть, можно зарабатывать больше денег, что те ваши знания, которые есть на ВВС, станут еще шире за счет тех знаний, которые у вас есть на Азоне. Потому что это на самом деле очень интересно, когда ты берешь из одного маркетплейса опыт, да, и ваши знания о том, как работают алгоритмы на одном маркетплейсе, вы берете, короче, применяете к другому. Что-то будет работать, что-то нет. А на другом маркетплейсе, на Азоне, вы тоже какие-то нюансы узнаете по продвижению, и потом сможете применить это к ВВС и посмотреть, да, как оно работает, что хорошо работает на Азоне, что хорошо работает на ВВС. Это действительно очень интересно, и ты даже понимаешь, что аудитория немножечко разная, которая покупает на ВВС, которая покупает на Азоне. Ну, а самое главное, это, конечно, все про деньги, потому что это в первую очередь вам возможно заработать. А можно я маленький секрет расскажу? Вот, ну, чтобы прям максимально были вовлечены в процесс, я как раз немножечко на связи с менеджером Азон, и мы уже вот прямо вот на днях записываем первый урок, который у нас будет, и там будет менеджер, который расскажет про все схемы работы, расскажет про все комиссии, расскажет, за что кто платит, покажет несколько кейсов. То есть будет максимально подробная информация, которую мы уже с вами готовим. Я буду сама с ними записывать этот урок. Я, честно, очень сильно удивлена, но мне очень приятно, что мы вот так вот можем спокойно пригласить. Ну, не все, конечно, могут пригласить, но мы можем пригласить менеджеров Азон, которые нам изнутри дадут всю эту информацию, а мы ее передадим вам. Да, это круто. И такая возможность у нас есть как у тех партнеров, поэтому пользуйтесь, пользуйтесь. Вот, Настя, и давай еще, пожалуйста, к следующему слайду. Вот, да, собственно, преимущество работы на Азоне, что из одного поставщика можете больше зарабатывать, диверсифицировать свои собственные доходы и зависеть уже не только от продажи, например, на ВБ, но и получать еще продажи на Азоне. Вот там, кстати, был сегодня комментарий про то, что продажи на Азоне составляют уже 30% от продаж на ВБ. Что, круто, блин, да? Ты начинаешь работать, а тут, а тут, а тут. Вот. И зарабатываете там, а там. И это все, конечно же, как я уже сказала, про деньги, потому что для вас это в первую очередь возможно зарабатывать больше. Ну, и наши кейсы, девчоночки, которые у нас уже обучились, которые уже работают менеджером и на ВБ, и на Азоне. Кать Котельникова. Доходы, да, видите, 20 с ВБ, 25 с Азона. Да, как бы, ну, блин, как бы зарабатывала только 20 с ВБ, например, да? Тут она хоп, и что-то интересное узнала про Азон. Ей понравилось там работать. В результате зарабатывать там и там. И таких кейсов, на самом деле, у нас много. Вот Ира Бушманова на Вальберис, да, 30 плюс 35 на Азоне. Ира Шилова только чисто на Азоне работает. Ей этот маркетплейс больше нравится, да, как менеджеру для работы 65 тысяч. Дальше Наташа Айшат, 45 и 30, да, по ее доходам на ВБ на Азоне. Наташа Лестратова 60, 30. То есть это действительно очень хорошая возможность зарабатывать. Нина, она в том числе будет одним из экспертов, да, на курсе 60 и 80. С Азона, да, то есть Азона тоже зарабатывает больше. И Розана тоже вот уже может знакомиться. Это люди, которыми вы будете непосредственно видеться на интенсиве. 60 и 70. И ее доходы работают и на ВБ, и на Азоне там и там зарабатывают. Ну и теперь поставщики для вас, да, вот информация, что же продавать на Азоне. В ВБ там что-то по поводу БАДов, это, ну, как-то что-то там началось, какая-то непонятная. Продавайте БАДы на Азоне. Это вот один из наших поставщиков. А здесь не такая большая... Выручка словом, продавайте БАДы на Азоне. Да, да, да. Вот. Выручка не такая большая. Почему? Потому что они, короче, ну, не успевают нормально подсор делать. То есть у них вот проблемы с товаром, и поэтому они не могут нормальное, ну, побольше количества завести. Как бы завозили побольше, продавали бы больше. Вот. Следующего поставщика давайте посмотрим. Следующий пример по нише. Это нижнее белье, да, 900, да, тысяч. Ну, как бы тоже вот все говорили, что там трусики и бусики – это про ВВБ. Да нет, на самом деле, на Азоне тут все тоже продается, да. Еще там есть пример у нас с вами с, Настей, следующий, сушилка для овощей и трав. Вообще, Озон изначально же такой был маркетплейс. Они вроде как начинали с книг, типа как Амазон, но потом про технику. И вот как бы мы уже привыкли к тому, что какие-то электронику и технику мы покупаем либо на Азоне, либо на Яндекс.Маркете. Так вот, за Озоном – это вот как бы слава, да, такого немножечко как бы электронно-технического, немножко такого про мужчин, да, маркетплейса, она осталась. И поэтому там хорошо продается оборудование, да, особенно то, которое сезонное. А лампочки тоже, да, казалось бы, тема такая, ну, как бы на ВВ-лампочке тоже продается, да, но на Азоне они продаются очень хорошо, 500 тысяч за месяц. Ну, и вот почему Азон удобен, ну, для многих это по ФБСам работает, да, потому что для больших товаров удобнее ФБС. И плюс у Азона больше возможностей по отправке КГТ на склад, да, то есть они готовы большего габарита груза принимать, нежели ВВ. И вот коляски, да, тоже на Азоне очень хорошо продаются, как, в принципе, любые другие крупные товары. Многие поставщики, кстати, с крупными товарами именно на Азон и выходят. Вот, давайте пока пишите ваши вопросы. Мы пойдем еще дальше, да, буквально там расскажем. Сейчас окончу MoneyBerrys Expert 3 и тогда на Азон. На самом деле, если вам можно объединять, не надо ждать, да, то есть можно объединить легко прохождение обоих этих наших курсов. Почему? Во-первых, ну, то, что вы находитесь в одной очень классной такой окружающей вас атмосфере, атмосфере поддержки, да, и правильного аккураторства. Вот. Ну и потому, что это все-таки не противоречащие друг другу речи, вещи, да. Вы не то, что там, не знаю, сначала учитесь амэнджа по марке ПЭС, а параллельно не стоматологу идете учиться. Нет. Это из одной сферы, да. И это очень круто даже, если вы это сможете объединять и учиться как бы и на ВВ, и на Азоне. Поэтому вот, как у вас там по срокам обучения, смотрите, можно вместе. Можно вместе. Вот Вероника внесла предоплату. Отлично. ВВ не похож на Азон. Татьяна, ну тут вот об этом, знаете, можно размышлять там вплоть до какой-нибудь космологии, потому что я вот, например, всегда считаю, что ВВ – это девочка, а Азон – это мальчик. И вот они не могут быть похожи сами по себе, по своей природе. Азон – он более правильный, он более такой, ну, безопасный, он более порядочный, и он более такой технически продвинутый. Вот такой для меня Азон. А ВВ – он такой, шальная императрица. И почему вам, да, вот всем сейчас нужно на наш интенсив по Азону? Сейчас нужно. Вот сейчас. Не ждать потом, блин. Потому что потом суп с котом. Мы это с детства с вами знаем. Нужно, а сейчас. Почему? Во-первых, потому что вы именно сейчас уже начинаете осваивать новую профессию, на которую сможете зарабатывать. Да? Во-вторых, Настя, что-то добавить хочешь? Ну, ты говори, как вот мысль… А, ну все, можно там не сказать. Я же там говорила, что у нас будет урок, потому как правильно заполнять карточки. Так вот, это не будет просто… Я такой этот пиарщик. Можно было меня брать. Азон, я имею в виду. В общем, у нас будет не просто урок о том, что мы откроем там, там что-то позаполняем и все. Мы с нуля будем создавать с вами карточку. То есть будет контент, будут фотографии, будут характеристики. И дальше подключится менеджер Азон, который на примере моего личного кабинета с нуля создаст карточку, чтобы она была максимально крутой, максимально правильной, полностью заполнена без каких-либо ошибок и только правильно, чтобы увеличить продажи. Все. Я высказалась, можно идти дальше. Листай, да. То есть почему нужен наш интенсив? Во-первых, потому что получаете профессию, на которой сможете зарабатывать. Дальше вы начнете зарабатывать на Азоне. Вы можете там продавать свои товары. Вы можете посмотреть, как идут дела у вашего поставщика, проанализировать ниши и понять, каким бы вы товаром тоже сами могли начать там продавать. Дальше вы начнете быстро и грамотно делать поставки. Это важно, да, чтобы это было именно сделано правильно, чтобы, не дай бог, там ваш товар никуда там нигде не потерялся, чтобы он у вас обязательно был, нашелся. Ну и да, как бы здесь мы тоже, конечно же, нашим ученикам даем возможность к нам подключиться на техпартнерство и с помощью нашего техпартнерства, да, тоже вопросы вот такие вот всякие с Азоном решать. Ну и, блин, будете просто знать, где есть какие-то водные камни, подводные камни, да, на которые нужно обратить внимание заранее. То есть будете заранее знать, где у вас какие-то опасности, какие возможные риски, и себя при этом обезопасить, для того, чтобы вам, в первую очередь, было безопасно. Вот. Ну и, в принципе, мы на этом завершаем, поэтому пишите ваши вопросы. Сейчас еще разочек пробежимся по пакетам. Итак, пакет... Я знаю, какой ты комментарий прочитала, Марта, чтобы смеялась. Я тоже прочитала, что смеялась. Про то, что Азона я с мальчиком сравнила, да. Вот. Значит, первый пакет – это безобратная связь, называемый отрафарет. То есть вы там обучаетесь сами, но имеете доступ ко всем материалам, которые будут на курсе, в том числе к тем урокам, которые записывают для нас сотрудники Азона. Сотрудники Азона сидят сейчас, пишут для вас уроки. Прикиньте. Вообще. Вот. А потом будет пакет продвижения, на котором вы получаете обратную связь, вы получаете проверку домашних заданий, чат с куратором, и здесь у вас будет еще отдельный живой мастер-класс с представителем Азона. То есть не просто он уроки будет записывать, да, и вы на людей Азона на уроках будете смотреть, а еще и вот непосредственно придет на эфир, да, и в живом формате для вас будет делиться, ну, либо какой-то актуальной темой по работе с маркетплейсом, да, либо в целом отвечает на ваши вопросы. Ну, а скорее всего, там будет какая-то тема приличная, да, то есть вот какие-то нюансы постоянно что-то придумывают, то рекламу что-то вновь выносит, то еще что-то. То есть вот будет тема, будет контент, и обязательно блок ответов на вопросы. Непосредственно у сотрудника Азона можно будет поспрашивать вопросы по тому, как работает на их площадке. Ну, и пакет индивидуальный – это когда вы проходите курс в индивидуальном персональном формате. У вас есть отдельный свой чат с куратором, с наставником, вот, и вы также имеете доступ ко всем материалам курса, но вы получаете вот такое вот виповское индивидуальное обучение. И 49,900 – его стоимость. 19,900 – тариф продвижения, и 9,900 – тариф трафарет. Ссылочки на пакеты все внизу есть. Мы готовы к вам отвечать на ваши вопросы. Да? Довальность. А если у меня есть бонусная программа Азон на втором курсе MoneyBerrys Expert, насколько там более сжатая информация, нужно ли покупать еще этот курс или хватит того. Смотрите, у вас, как мы сделаем, Март, доступ к тарифу трафарет у нас будет? Или на продвижение мы даем? Ой, да, на продвижение. Сейчас, погоди секундочку. На продвижение. На продвижение. Все. То есть те, у кого есть доступ, те, кто уже в рамках курса MoneyBerrys купил на вебинаре, да, и получает доступ, то у вас уже будет доступ к продвижению. То есть 7 октября вы начинаете обучение. Но мы еще не успели для вас анонсировать. Вот. Вероника спрашивает, на зоне другая аналитика? На зоне в целом по-другому, да, немножечко все работает? Да, да. Ну, вообще, это общее понимание аналитики на маркетплейсах, оно все равно просто у нас одинаковое. Вот. Но на зоне свое все. Вот прям все свое. Будут ли форумы маркетплейсов в этом году? Далее. С одной стороны, вроде хочется, но как только мы начинаем его планировать, что-то происходит, какая-то фигня каждый раз. Поэтому мы очень хотели к концу года его собрать, но пока я не знаю. Сейчас мы с Настей посидим и подумаем. Девочки, я у вас уже на двух курсах. Вы как наркотик, к вам на третий, значит. Да, Жанна, Бог любит троица, поэтому обязательно приходите. Приходите на зон, потому что, ну вот, знаете, да, как еще вот в феврале мы с Настей приводили такой эфир, да, антипаника, когда, ну, просто, вот, когда что-то такое происходит, да, что тебя, ну, подколбашивать начинает. И не только тебя, да, а всех людей, которые тебя окружают, да, всех адекватно сменяемых людей, их начинают потрясывать. То есть ты в этой ситуации должен понимать одну вещь для себя. Ты либо в этом состоянии застреешь, да, и смотришь на прошлое, рефлексируешь от того, что происходит сейчас, да, или ты, блин, берешь себя в руки, что ты делаешь? Потому что мир-то никуда не девается, да, продажи-то по-прежнему идут. Вот я видела девчонок там в чате писал мне там, что вот у меня, как объявили мобилизацию, продажи упали. Да, блин, не из-за этого продажи упали. Ну, потому что у других-то не упали, но другие-то все продают. Зайдите элементарно, посмотрите в бесплатном шоп-стате график продаж сравнительный, да, по ВБ и по зонам. И он там дан с годовой разверткой. То есть можно за год посмотреть, как вели себя каждый день продажи на ВБ и на зоне. Ну, вместе, можно по отдельности. Другие-то продают. Знаешь, у тебя продажи-то упали не потому что, блин, на мобилизацию. Раз у других-то продается тоже на маркетплейсах. Ну, то есть проблема, как правило, в головах поставщиках, ну, то есть настоящая явная проблема, это неявная. Ну, то есть это вот не то, что первое приходит на ум. Вот. И поэтому я вижу, блин, большое количество людей, у которых, наоборот, растут продажи. Да, я во многих чатах состою крупных поставщиков на маркетплейсах, которые пишут, «А у меня все нормально. А у меня все и вообще рост. А что продаешь? Товары для дома». Так, блин, рост. Ну, то есть, как бы, это, знаете, это история про то, что когда ты вроде как бы что-то не знаешь, именно знаний тебе не хватает, то ты свои неудачи прикрываешь какими-то внешними причинами. Вот. Не надо так делать. Лучше идите вперед, лучше делайте что-то для себя новое, узнавайте, развивайтесь. Мир стоит по-прежнему, маркетплейсы никуда не денутся. Ну, то есть, ситуация должна просто в разы, просто в разы ухудшиться, чтобы что-то случилось с маркетплейсом. Я думаю, что мы вот такого не найдем. Я даже не думаю, я в этом уверена, что в этот раз мы вот такого не дадем. Маркетплейсы все равно были, есть и будут, как инфраструктура. Поэтому и ОВБ, и ОЗОН будут продолжать работать, зарабатывать, и, соответственно, на них тоже можно будет зарабатывать. А еще подарки будут? Пока нет. Главные подарки – это вам, мы с Настей. Мы в живом формате всегда для вас делимся максимально всей информацией, касающейся маркетплейсов. И те, кто после нашего обучения понимают, что достаточно быть подписан на наши с Настей каналы и следить за этой информацией, для того, чтобы постоянно держать руку на пульсе, чтобы знать, что там, как изменяется и так далее. И вот, кстати, по поводу подарков либо информации, сейчас из-за того, что очень часто все изменяется, и классная вещь, когда ты привела пример, когда достаточно быть подписанным на канал и условно мониторить информацию какую-то из каналов. Но я лично очень часто сталкиваюсь с историями менеджеров и поставщиков. Они подписаны на большое количество каналов. Они подписаны, допустим, на личный капитал, и на приложение поставщика. И при этом пропускают большое количество новостей ввиду, может быть, занятости, ввиду, может быть, незаинтересованности. Но история не об этом. О том, что очень часто, и у меня даже есть вот такая же история, я есть на курсах по швейному производству, и для меня важен не сам контент, например, потому что я часть уже знаю, а для меня важно именно задать вопрос, получить какую-то внутреннюю информацию. Например, вот для меня было важно, что там есть какие-то дополнительные материалы. То есть мы часто с вами идем и на контент, и, например, на доп. информацию, на доп. информацию, которая есть внутри, например, максимально там быстрая оперативная поддержка, либо актуальная информация, либо еще что-то. И очень классно, что вот у нас есть кураторы, за что им огромное спасибо, потому что, ну, девочки уже с опытом, у них максимально не настроены на быструю обратную связь и на материалы, которые есть, да, и на большое количество дополнительной информации. И все это в совокупности дает, ну, потрясающий результат людям, которые заинтересованы в первую очередь этот результат получить. Вот. Давайте еще ваши вопросы пишите, пока мы здесь. Буквально еще, наверное, несколько минуток мы побудем, да, подвечаем на ваши вопросы. Пишите, задавайте. Там, что кому непонятно по Озону. Там вот те вопросы, которые были выше, Настя, там на все ответила, да, там по ценам, по контенту, по различиям ВБ и Озона. Да. Ну, ВБ не похож на Озон с какой точки зрения? С одной стороны можно посмотреть, что ВБ похож и Озона не похожа, потому что, ну, упаковка в принципе плюс-минус одинаковая, маркировка одна и та же, формат поставок в плане логики, да, тот же самый, но есть и другие нюансы, да, есть там по личному кабинету, да, есть какие-то нюансы, есть по работе с отчетами нюансы, есть нюансы по работе с расчетами в плане логистики, хранения там и на различных кейсах. Вот про что я вам сказала, да, нам будут записывать урок. То есть будут какие-то моменты прям внутренние, на примерах, на реальных, условно, вот человек заходит, у него есть, я сегодня только на примере кружки привожу пример, вот у него есть кружка, да, и какая для него будет экономика с точки зрения себестоимости и различных дополнительных затрат. Вот, то есть в этом плане есть разница. Это и будет касаться любого другого маркетплейса, нужно эту разницу всегда понимать. То есть есть общие схемы, как правильно Марта сказала, что, ну, как бы маркетплейс и маркетплейс, да, вот они все-таки маркетплейс, а схема одинаковая, да, работа, но есть и существенная разница, которую нужно знать, желательно, в обязательном порядке. Так, я сейчас посмотрю еще вопросы. Вот, девушки дорогие или не девушки, возможно, да, задавайте, пожалуйста, вопросы. Если вопросов нет, то мы потихонечку будем с Мартой заканчивать. Мы очень результативно поработали, больше часа сегодня даже, да, то есть я была настроена максимально быстро, я Марте говорила, давай во вторник, давай прям побыстрее, проведем этот быстрее мастер-класс, вот, то есть максимально быстро все это было сделать, пока есть запал, настроение, инициатива, актуальная информация и мотивация вас позвать к нам. Да, по всем нашим услугам, которые оказывает наше агентство дополнительно, то есть кроме обучения у нас есть еще услуги для поставщиков, это выкупы, это сопровождение на маркетплейсах, это все отдельно, пишите, вот, здесь наша задача была сегодня вам, во-первых, про Озон рассказать, чтобы вы сами могли на нем работать, ну и потом открыть вам возможности Озона вместе с нами, да, то есть мы наконец-то по многочисленным вашим просьбам собрались и сделали этот интенсив, вот, 7 октября он стартует, это будет интенсив, на котором будет и для менеджеров контент, и для поставщиков, да, ну то есть вы на этот интенсив можете приходить и делать результаты как поставщики и как менеджеры, как поставщики будете выходить на Озон, знать, как там зарабатывать денег больше, как менеджеры будете знать, как работает внутри себя Озон, и как делать так, чтобы вы тоже на нем продавали больше, три пакета, которые у нас есть для вас, трафарет продвижения и индивидуальный, они кнопочками под презентацией, буквально последние тут у вас минутки, приходите, присоединяйтесь, да, к обучению. Там можно внести предоплату, если у вас там прямо сейчас, да, хотите отложить этот вопрос ненадолго, либо просто вставляйте заявку, все это есть там, пожалуйста, помните об этом, вставляйте заявку, мы с вами вместе. Татьяна, спасибо, что отметили, что мы сами отвечаем на вопросы, мы еще те с Мартой болтушки. Вот, ну собственно что, вроде бы все. Да. Дорогие друзья, мы будем ждать вас на нашем интенсиве по Озон. Хотела сказать, что Озон так же, как и ВБ, даже нет, вот сейчас у меня в плане выплат к Озону даже больше доверия, чем к ВБ. Короче, Озон по-прежнему очень хорошо выплачивает деньги поставщикам. Проблем с выплатами ни разу не было. Регулярно, два раза в месяц Озон делает выплаты, и это тоже определенный признак стабильности, да? Вот. Не было сегодня такого вопроса по поводу выплаты, обычно спрашивают, поэтому решила ответить. Ну и ждем вас на нашем интенсиве по Озону, которая состоится у нас начало обучения 7 октября. Еще раз, мы его проводим не просто, да, а именно с сотрудниками Озона, которые записывают уроки, которые будут проводить живые мастер-классы для наших учеников. Вот. И, ну это как бы такая вот очень крутая для вас возможность влиться в непосредственное взаимодействие с сотрудниками Озона. Да, то есть не просто там откуда-то со стороны, стать поставщиком, а непосредственно знать людей, иметь возможность задавать им вопросы, иметь прекрасную возможность решать все свои вопросы, возникающие с работы на Marketplace, в непосредственном контакте с людьми, сотрудниками Озона. Все, дорогие друзья, большое вам спасибо за этот эфир, будем рады с вами начинающим обучением. Все, пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok